приветствую вас уважаемый зритель на связи снова виталий кава заглы и это очередной выпуск рубрики топ модель в рамках которой мы рассматриваем образцовые трехмерные модели ювелирных украшений выполненные по всем правилам ювелирного 3d моделирования и по всем требованиям ювелирного производства и сегодня героиней нашего выпуска станет модель вот такого вот плана на первый взгляд она не представляет из себя ничего особо сложного то есть это простая шинка несколько одинаковых лепестков с обсыпкой это также один большой каст и несколько кастов вокруг него давайте перейдем в обычный режим шейдинга и как я уже сказал на первый взгляд данная модель не представляет из себя ничего особенного на самом деле здесь есть ряд технических приемов работы с программой которые делают эту модель уникальной и вот сегодня они как раз таки пойдет речь данная модель еще не закончена то есть в ней еще необходимо произвести монтаж поэтому сегодня мы не будем ее обмерять как делали это в других выпусках целью же данного видео служит в первую очередь как раз таки демонстрация тех самых приемов а также установка права первенства на изобретение той технологии которую я собираюсь продемонстрировать и так для того чтобы это сделать мне понадобится рабочий файл то есть тот файл где у нас сосредоточены исходники данной модели и вот как он выглядит в общем то на первый взгляд тоже ничего особенного довольно простые лепестки в тест плайне но как вы уже наверняка догадались вот это вот обсыпка на плоскости она здесь располагается не просто так и на самом деле это действительно так и есть то есть эта обсыпка является управляемая обсыпка или управляемым по в над и сплайновой поверхности это как раз таки и есть та технология тот уникальный прием о котором я сегодня хочу поговорить и в данном случае мы можем наблюдать здесь сразу два примера сейчас вы увидите в чем между ними разница и так давайте попробуем подвигать нашу обсыпку и посмотреть как она начинает вести себя на объемной модели и так предположим я хочу приподнять всю закрепку чуть чуть повыше я выделяю камни и начинаю при помощи нуджей поднимать все элементы вверх как вы видите элементы повторяют мои действия точно также я могу перемещать камни и в других плоскостях и если я к примеру захочу немного подправить внешний вид нашего лепесточка то я также могу сделать это практически без ущерба для закрепки то есть наше повы будет продолжать следовать за лепестком конечно какие-то корректировки нам скорее всего придется вносить если правка основного лепестка будет слишком глобальной но опять же эти корректировки с легкостью вносятся на плоскости путем простого перемещения при помощи клавиш стрелок то есть вот так работает данная технология сразу скажу что основана эта технология на знание и понимание работы инструментов тест плайнс и райна цирос и в общем то ничего дополнительного никаких дополнительных скриптов плагинов или приемов здесь не было применено и так только что я продемонстрировал вам первый вариант данной технологии и недостаток этого варианта заключается в том что при попытке перемещения лепестка далеко не всегда закрепка адекватно следует за этим лепестком то есть в данном случае все переместилось корректно но при последующем перемещении может случиться так что камни просто перевернуться как ногами либо вся закрепка вообще разъедется этот метод не очень удобный однако он гораздо быстрее чем тот метод который я покажу следующем быстрее не в плане работы а в плане подготовительных действий которые необходимо произвести для того чтобы вся эта система работала и собственно сейчас я хочу продемонстрировать вам второй пример как я уже сказал в плане подготовки он чуть более сложен однако и в плане обращения с данной методикой с данной системой этот метод является более универсальным то здесь мы можем спокойно перемещать наш лепесток можем делать не все что угодно можем его вращать в любой плоскости и при этом камни будут также следовать за данным лепестком давайте также попробуем что-нибудь изменить во внешнем виде точнее форме самого лепестка и посмотреть как ведут себя камни вот можно наблюдать что все они перемещаются вне зависимости от того насколько сильно мы поменяли форму самой тест-плайновой поверхности на которой они размещены или вне зависимости от того в каком положении данная поверхность данный объект сейчас находится вот так работает эта система как я уже сказал работает она без дополнительных плагинов и скриптов и данную систему мы будем демонстрировать только в рамках нашего живого интенсива в москве под названием слет виртуозов более подробную информацию о котором вы можете найти под этим видео на этом все это была рубрика топ модель и ее автор и ведущий виталий кого заглы увидимся с вами в следующих видео в следующих видео Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok